У Натальи и Александра Хакимовых шестеро детей в скором времени ждут седьмого. На прием к депутату Государственной Думы семья пришла в усеченном составе. Привели с собой лишь старших. В этом году у Хакимовых в школу идет сын Женя. Для многодетной семьи собрать первоклассника не так-то просто, делятся родители. Сейчас одни конца товара стоят очень дорого, поэтому как бы сложновато было собраться в школу ребенка. Чтобы хуже других не было, за год уже думаем, что вот, например, у нас один идет, потом следующий, у нас сразу погодки, и идут следующие. То есть мы за год начинаем уже готовиться. Насущные проблемы Хакимовы озвучили, Марина Беспалова на них откликнулась. Открывая акцию «Помоги собраться в школу», депутат вручила детям школьные принадлежности. Я тебе, как на форуме, не только ранее. Подарок от Марины Беспаловой к празднику получил Егор Петров. Мальчик отлично окончил учебный год. Его успехи в техническом творчестве поражают даже взрослых. Кроме того, он занимается гимнастикой, плаванием и любит кататься на сноуборде. В будущем Егор хочет стать ученым-изобретателем. Он поделился своими идеями. Вы надеваете очки, у вас открывается программа, вы делаете своими руками, можно сказать, какое-то изделие. Может быть, просто изображение, допустим, как проектор, только вы только видите. Или, допустим, можно, знаете, как в фильмах иногда показывают такой голограмм, который вы так разбираете их, и какие идеи хорошие, какие нет. Депутат пообещала помогать Егору во всех его начинаниях и оказывать финансовую поддержку для участия в различных конкурсах. Нужно делать добрые дела, дарить добро. Чем больше мы будем дарить добра, делать добрые дела, творить добрые дела, тем у нас будет наше общество более гуманно и больше уверенность будет у тех семей, у которых есть много детей. Любовь Фомичева, Зенис Миронов. Вести. Ульяновск. Субтитры подогнал «Симон»